А вот воспитание вот с этих лет, о которых мы говорим, должно идти не через то, что трехлетний ребенок уже совершенно спокойно в айпаде находит любую мультяшку, любую игру, сразу же, и сидит в развлекаловке, а родитель думает, как хорошо, и отдыхает, и не кричит, и слава тебе, на, смотри, и все нормально, ты занимаешься своими делами, а ребенок там сидит, и такой, счастье полно. Но то, что у него, из него вымывается любознательность и интерес к запахам, к шуму моря, к цвету, к свету, он сидит там, ему дают то, что ему дают, и он думает, что это и есть питательная среда. Он живет в виртуальном мире, он не способен отличить одно от другого, он вырастает в человека, который хочет быть только потребителем, что я не прав. Жоп спокойный, и все те, кто придумали айфоны, твиттеры и так далее, и так далее, они запретили своим детям пользоваться этими приборами вообще, или час в день. Почему? Потому что они понимали, что этот джинн, который выпущен из бутылки, это ящик Пандора. Потому что шелест страниц заменил клик. Потому что мне не нужно запоминать, кто написал «Войну и мир». Я кликнул и нашел. Я получаю ответ мгновенный, без движения дистанционного к этому ответу, через поиски ответа на этот вопрос. Я получаю информацию уже в готовом виде, как космонавт из тюбика. Я не удосуживаюсь подумать, иметь интерес и найти ответ. Мне не дают необходимости иметь собственное мнение через поиски ответа на вопрос. Я получаю ответ. Но я получаю ответ от хорошего человека, правильный. А если не хороший человек засядет, как вирус, в каком-нибудь Яндексе? А у меня нету опыта отделять хорошее от плохого. У меня его нету. Ребята, человечество превращается в обслуживающий персонал. Золотой миллиард – это не сказки, это не конспирология. Это очень понятная вещь. Эти дети будут писать карандашом, читать книжки, спать, смотреть только то, что им необходимо. Они будут существовать в тех параметрах развития человека, который позволяет ему стать тем, кто может в результате владеть всеми остальными сидящими в айфоне. Это колоссальнейшая проблема. Гениальное изобретение интернета. Гениальнейшее. Но это величайшая опасность человечества. Потому что в любую секунду, любые революции, войны, убийства, все могут происходить только через сети. Через сети можно поднять миллионы людей. Кинуть их туда, куда нужно их кинуть. Они даже не будут задумываться об этом. Я к чему это говорю? Я не конспиролог. Я просто, понимаете, вот вы говорите, а как быть? Вот что делать? Ну, сказать, выкиньте айфон. Глупо. Но не думать об этом. Хотя бы если об этом думать. Я был у моего товарища два дня, три дня в гостях. Его сын вообще не отрывается от айфона. Вообще не отрывается. Если он начинает есть суп и случайно он остается в другой комнате, он бежит его искать, чтобы он лежал рядом. Это дрога. Это наркотик. И смысл заключается не в том, чтобы запретить, а вот воспитание вот с этих лет, о которых мы говорим, должно идти не через то, что трехлетний ребенок уже совершенно спокойно в айпаде находит любую мультяшку, любую игру сразу же. И сидит в развлекаловке, а родители думают, как хорошо, и отдыхает, и не кричит, и слава тебе, на, смотри. И все нормально. Ты занимаешься своими делами, а ребенок там сидит. Это счастье полное. Но то, что из него вымывается любознательность и интерес к запахам, к шуму моря, к цвету, к свету, он сидит там, ему дают то, что ему дают. И он думает, что это и есть питательная среда. Он живет в виртуальном мире. Он не способен отличить одно от другого. Он вырастает в человека, который хочет быть только потребителем. Что, я не прав? Поэтому, поэтому призывать к тому, чтобы истребить, глупо, но призывать к тому, чтобы если есть возможность забрать айпад или айфон и дать книгу, просто книгу, заставить писать от руки. Что осталось бы в истории русской литературы и эпистолярного жанра, если бы интернет возник 300 лет назад? Ничего. Ни писем Пушкина, ни переписки Ивана Грозного с Курбским, ни Дневников Толстого. Ничего бы не осталось. Вообще ничего. Много вы пишете писем от руки, посылаете конверт, открываете конверт, разворачиваете письма. Кто? Сколько процентов? Да, удобно. Ушло. Получил ответ. А еще одна проблема. Селфи. Я и Эйфелева башня. Я и Кремль. Я и Путин. Я и Черное море. Я, девочка, которая отправила свою фотографию и получила всего три лайка, рыдала на взрыт. И мама в ужасе, не знаю, что делать, попросила свою сестру прислать ей лайки, чтобы она не думала, что она брошена. Она успокоилась, сказала, было 120 лайков, отправлю сестру. Я говорю, ну, наконец, я не одна в мире. Блин, ну это же катастрофа. Нарциссизм возникающий, когда ты отправ... Я вот нахожусь там. Ничего не остается личного. Ничего не остается сокровенного, тайного, любимого. Ничего не остается для себя. Человек распахнут, как выпотрошенная курица. На тебе, вот он я, все. Телевидение это подстегивает. Пожалуйста, кто-то женился, развелся. Это русские сенсации. Ты не поверь. Ё-моё, ужас. И я. Алла Борисовна, галки. И что? Ребята, а для себя что? Внутри что остается? А без этого внутри никакой... Грибоедов сказал, Есть жизнь внутренняя, которая намного интересна, интереснее жизни внешней. Но внутренней жизни не остается. А там, где нет внутренней жизни, там нет ни культуры, ни литературы, ни искусства, ни истории. Ничего. И самое главное, нет национального самосознания. Я в этом и говорю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова